Добро пожаловать в игрушку ТАБСа Николай Далиди в этой серии у нас будет танк против пеших юнитов Ну что ж приятного просмотра Надеюсь на ваши лайки и комментарии Пуууу Жестко С мечниками она расправляется Уже минус половина Просто переехал всех, мне нравится когда он крутит Своей пушкой Своим дулом Когда их слишком много собирается Он просто раскручивает всех Нормально Осталось последних 2 Вау, обожаю его 100 фермеров Против одного танка Ну что ж, давайте посмотрим Фууууу Разлетаются Ой-ой, лишь бы он не застрял Да нет, не застревает Ё-моё, короче их много Если бы моя карта Видеокарта позволила Я бы сделал 1000 фермеров против 1000 фермеров против одного танка Я думаю было бы здорово Но, мне кажется, будут дикие лаги. В конце видеоролика давайте проверим. Окей. Так уж и быть. Кактусы против танка. Фу, сколько колючек. Но они довольно-таки сильные. Я думаю, они победят. Как они облепили его, как они его облепили. Ёлки-палки. Вы не можете как отбиться от них. Им нужно отъехать, надо отъехать. Он сейчас, мне кажется, погибнет, танк. Да, танк взорвался. Слишком много было урона ему нанесено. Слишком много было колючек. Десять сильных воинов, ребятки. Против одного танка. Давайте посмотрим. За семь девятьсот и танк один за шесть тысяч. Сможет он их раскидать? Минус один. Ой, накинулись, ой, накинулись на него. Но это сильные, ребята, это сильные. Давай, я верю в танк. Я верю в тебя. Как же он их раскидывает, классно. Я думаю, танк тут победит. Да, безусловно, танк побеждает. Десять бычков против танка. Сейчас они ударят. Забудаю. Ну, удары были довольно-таки жесткие. Отобьется? Нет от них. Их здесь... Нет, ребятки, не смог. Но они много урона нанесли, когда бы дали. Их девять, да, было? Одного вон туда же на откинуло. Взрывом. Поставил я в ряд баллист. Я не знаю, что из этого получится. Но давайте посмотрим. Они промажут. Нет, танк легко их раскидал. А если баллисты издалека поставить? Вот так вот издалека пять баллист поставим. Давай посмотрим. Пууу! Минус одна. А сейчас будет зарядка. Он едет. Ну да, он не доехал. Это было жестко, ребят. Сто викингов против танка. Давайте посмотрим поближе. Вот они, красавчики. Два ряда, ребятки. Два ряда наших викингов против одного танка. Давайте смотреть. Бауч. Ой, сейчас его облепят. Ой, облепят. Я чувствую сейчас. Как же он отбивается от них? Как же это круто. Но не смог долго выдержать. Давайте два танка. Вот два, я думаю, отобьются. Ставим еще один танк и проверяем. Два должны отбиться. Один берет левый, другой правый. Ну-ка. Ну, сейчас они недостаточно урона много получают. То есть в два раза меньше. И хорошо отбивают. Да, ребят, я же говорил. Должны победить. Надо крутиться. Было бы здорово, если бы действительно у них еще хп было видно. Он своего, он своего уд... Ну, все равно побеждают танк. Он своего случайно ударил. И все равно победили. Танк против Монг. Их 77. О, не знаю даже. Слушай, что-то он не торопится. Надо мотать седулом. Давай-давай, раскручивай их. Молодец, молодец. Нет, танк не выдержит. Здесь слишком их много. Они просто облепили его, ребят. Танк против конницы, ребятки. Сможет ли он победить? Давайте смотреть. Их 20 штук, конницы. Шесть. И все, что ли? Это слишком быстро было. Хорошо, сделаем в два раза меньше. Теперь их 10. Слушай, они сильные. Они довольно-таки сильные. У них очень мощный урон. Десять длинных пикинеров. Давайте посмотрим. Ребят, он одним взрывом всех убил. Это было жестко. Их надо подальше друг от другого поставить. Вот это другое дело. Давайте смотреть. Но пикинеры очень мощные. Они один раз бьют, но очень-очень-очень мощно. Два раза, наверное, хватило, чтобы его убить. Два тычка. 150 нежитей, ребятки. 150 скелетиков против танка. Делайте ваши ставки. Победит ли он их или нет? Вот такая вот армия. Армия нежитей. Начинаем. Бу! Сразу минус 50, наверное. О, как же они легко давятся. У них, наверное, один хп, ребят. У них по-любому один хп. Просто, просто разлетаются косточки. Ё-моё. Надо крутануться ему срочно. Надо крутануться. Давай. Бу! Хо-хо-хо-хо. Офигеть. ФПС-ка пропадает, потому что слишком много мелких деталей. Найс. Танк побеждать. 150 скелетиков, ребятки. Посмотрите, как много костей. Как же много костей здесь осталось. Офигеть. Один танк, да, ребятки, очень эффективный против нежити. Ну, именно скелетиков. Танк против динозавриков. Ой, они быстро нападают. Уже облепили, уже облепили. Бу-бу! Один танк за 6 тысяч против 4 пиратов. Кто сильнее? Кажется, это уже минус 1. Минус 2. Танк не такой уж оказался эффективный, если против него сильные и опытные воюют, ребят. Пираты оказались круче. Сколько он смог убить? Два их убил, двое осталось. Давайте так. Танк против двоих сильных пиратов. Минус 1. О, нет, не минус 1, он встал. Он живой. А вот сейчас минус 1. Ну, конечно, задавил его. Нет, двоих он легко сможет завалить. Ну, а теперь три пирата. Строение будет посложнее. Он не попал еще в одного. Это тоже очень плохо. Да, трое уже его легко завалит. Вот это будет интересно. Один танк за 6 тысяч против боксера. Один танк за 6 тысяч против боксера за 100 тысяч. Попал больно. Но боксер, танк, легко, в принципе, одарил его. Танк против пушек. Он выжил. Он выжил, ребята. Но осталось только задавить. Найс. Танк против гигантов. Начинаем. Пу, больно было. Так, воины слетели. Не, было прикольно, если бы они там с автоматами были вот эти. Как-то тоже отбивались. Это интересно. Один на один, посмотрите. Танк легко завалил, ребятки, первого гиганта. Но сейчас будет посложнее. Лесной гигант. О, он встал на него, он встал на него. Ему надо бить. У него руки запутались. Ё-моё. У него запутались руки. Он не может ударить. А, вот ударил под себя. Танк легко лесного громил у здоровяка завалил. А теперь ледяной. Вот зачем, ребятки, вы собрались здесь. Ледяной гигант против танка. Пу, прямо в центр. Так, стоит на нём. Потихонечку дамажит. Ну, ледяной может победить. Ну, да, конечно. Ледяной это самый мощный, ребятки. Самый мощный юнит. Я не считаю читерских юнитов. Вы только говорили, почему он? Он не самый сильный. Самый сильный это вот за 9 миллионов, 999 тысяч, 999. Это читерские. Я и таких не считаю. Так, ну что ж, победил. Молодец. А что если мы посмотрим? Один танк против 50 лучников. Бу-бу. Стрелы. Под колёса. Ой-ой-ой. Не, 50 он легко одолеет. Надо увеличить. Надо ещё 50, наверное, да? А нет, справились, ребятки. Они легко, лучники, справились. 50 лучников легко справляются с танком. Но дело-то в том, что лучников на тысячу больше. Поэтому нам надо удалить и сделать чуть меньше, да. Вот сейчас лучники дешевле будут стоить. И посмотрим, смогут ли они сейчас победить. Так, первый залп был. А сейчас уже не одолеет. Не хватит мощи. Ещё залп нужен один. Промазали. Ой, это их некритическая ошибка была. Но всё-таки танк может с лучниками разобраться. Довольно-таки неплохо. Давайте сейчас от первого лица попробуем за танк поиграть. Это, мне кажется, самое интересное. Он никак не может его задавить. Смотрите. Всё. Последний. Оу. А сейчас самый интригующий вопрос. Сможет ли танк одолеть вот этих троих юнитов? Лесной гигант. Самурайский гигант. И ледяной гигант. Если он, в принципе, с этим справляется. С этим справляется одним. А вот с этим не справляется. Ну, плюс их ещё и двое. Это будет очень сложно. Но, ребятки, я немножечко схитрю. Начинаем. Да, конечно же, я буду играть от первого лица. Мы не будем торопиться. Наносим урон. Отъезжаем. Будем по кругу ехать. Фу. Промазал. Можем куда-нибудь уехать подальше. Давайте. За здание. Разворачиваемся. Стреляем. Фу. Ой-ой-ой. Отъезжаем. Выбираем позицию. Нужно. Сейчас они отсюда пойдут. Ба-бам. Назад. Бу-бу. Отходим. Нужно позицию хорошую занять. Вот. Отлично. Минус один. Позиция занята. А я могу еще отсюда. Нифига себе. Можно прям вообще от первого лица смотреть. Вот это намного лучше. Интересней. А наверх не стреляет. О-е-е. Пада-бум. Е-хо. Да. Танк победил, когда ты играешь за него от первого лица. Вот тогда танк становится имбой. Вот тогда танк будет охренительный. Со всеми расправился. Я надеюсь на ваши лайки и комментарии. Ребятки, очень это круто помогает моему каналу в развитии. Спасибо, что смотрите. Всем хорошего настроения. И пока-пока. Скоро будет еще интересней. Спасибо за вашу актив и вашу поддержку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.